так мои дорогие я все еще в дороге не все еще в пути заехала в этот как вы думаете что я заказала себе в кейф все себе заказала конечно же не курицу я себе заказала почему там две порции блин я два раза заказала блин зачем колечки и кукурузку блин я думаю что еще так дорого получилось 22 злотым а тут 2 2 2 2 ничего придется есть жорик помогает это вкусно вот это прям гадость прям гадость гадость гадости жуткая не только понравилась кукурузка я ее съела и одну порцию я съела колец еще в машине поем но я съела кукурузу и немножко колец и вот это попила но это просто чисто сахар и ужас какое сладкое просто кошмар бить невозможно мне может сводят сводит челюсти если было молоко можно было бы разбавить вот так нет молочка так жорчика надо смотреть на красивых мужчин пожалуйста поляки бывают красивые такие знаете высокие стройные светлые такие обычно темненьких поляк мне кажется не бывает да не все темненькие такие ну смысле мы поняли я имею ввиду не бывает темных поляк только беленькие как вам и новые педали надо было брать 38 они очень большие видите какие но уже не было времени менять если бы осталось если я не выезжала я бы конечно поменяла на 38 ну удобные но здоровые жор ну куда ты пошел куда тебя там несет блин еще ехать давать пленится но я не устала сегодня прям вообще так по лайту спокойненько еду без стресса не гоню я же знаю что я все успею все успею так ну шо день добрый день 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 добрый мы жориком стоим уже час стояли чтобы попасть на границу часто им здесь пройти паспортный контроль ну вот так бывает пролетаешь как птичка а бывает вот так это пересменка наверное было жорик с вами разговаривает такая бледная ладно не буду снимать не буду злить этих паспортистов и таможенников пограничников вот у меня новая подводка жорика тебя стрелочки не накросили да девочки это конечно издевательство два часа и еще не прошли таможню только пограничников сейчас забрали документы на на машину и и и и все и проверяют машину посмотрели багажник но не открывали чемоданы просто посмотрели что никого нет багажнике и все и унесли куда-то документ но не должны пробить каждую машину по паспорт по техпаспорту он для меня башка раскалывается башка раскалывается я уже даже немножко это короче вот эти вот кольца которые я купила кейси их невозможно есть мы въезжаем на территорию российской федерации russian federation нас встречает своими лучезарными улыбками по границ все прошли польскую границу замечательно сейчас стоим в очереди ждем в очередь на въезд на российскую границу видно там что-нибудь все смотрите солнышко светит прям все хорошо все прекрасно на самом деле девять часов начнется шторм а сейчас у нас 8 то есть через час начнется страшный шторм ну как обещали не знаю может врут конечно жоречка мой спит хорошенький такой мы сказали что он файны мопсик такой файны ты файны мопсик да вся машина в шерсти завтра поедем на мойку на мойку поедем будем все мыть отмывается намывать машинку машинка вся убитая вся в шерсти вся в пыли но что вы хотите столько километров проехали но нормально я довольно жорко хорошо он себя вел чуть-чуть поскрипывал немножко подписки вал ну чтобы он прям лаял или был как в прошлый раз когда ехала в россии он у меня сидел сзади а ему не а ему все-таки хотелось рядом со мной сидеть и вот рядом он светит себе вот он похрапывает сейчас прям все у него хорошо сашулька меня ждет строгать все пиком приезжай быстрее мы идем ресторан чайковский давай с нами и гулина говорю мне так плохо я устала я не хочу никаких ресторан полежать всем привет всем здравствуйте добро пожаловать в калининград ой-ой-ой-ой-ой что ты мне тут совсем распущенная женщина и так начнем обзорчик квартиры которую я сняла на полтора месяца за 35 тысяч рублей месяц проживания в этой квартире стоит 23 или 25 тысяч очень короче получилось с 35 за полтора. Я так поняла. Сашуль, поправь меня, если я что-то неправильно поняла. Ну, я думаю, что все правильно. Я не знаю, я не уверена, что я буду полтора месяца сидеть в Калининграде. Может быть, я раньше уеду. Но на всякий случай я как бы как бы, как бы, как бы, как бы вот так. Ладно, все, поехали. Это ванная. Квартира, по-моему, 42 метра. Я бы даже сказала, что это студия. Почему это студия? Потому что здесь нет спальни. Здесь есть небольшой living room, living room, living room. И здесь есть коридор, ванная, кухня. Вот, поэтому я считаю, что это студия. Я бы, если бы это была моя квартира, я бы снесла вот эту стеночку. Посмотрите, какая она толстенная. И сделала бы такую студию с... вот с такой кухней. В общем, такая вот кухонка самая-самая обычная. Так, у меня там Белковский что-то бормочит. Надо его выключить. Смотрите, какой вид из окна. Просто на парк. Жаль, что там помойки стоят, но без этого никак. Тут так тихо, так тихо, что просто в ушах звенит. Какая здесь тишина. Мне так нравится этот дом. Продается такая же квартира на третьем этаже за 6300. С таким ремонтиком более-менее. В общем, вот такая вот кухонка парковалась. Но я вам сейчас покажу, где можно запарковаться. Я просто не знаю. Может быть, у жителей этого дома есть свои места. Поэтому я не хотела вечером нарываться на неприятности. Потому что, когда ты привык парковаться в одном месте, то ты как бы не любишь, чтобы на нем... на твоем месте на нем стояли кто-то другие. Кто-то запарковался по-хамски. А еще и с европейскими номерами. Купила вот такой роял-канин. Жорику не знаю. Вообще, он роял-канин любит, но говорят, что он в России уже не так хорош, как раньше. Вот. Сестра вроде монжика. Монж есть такое питание для собак. Она монжем кормит. Акселено, он очень худенький. Так вот, видите, здесь парковочка. И окна пятого этажа, они выходят вот там. То есть там сейчас очень солнечно. И хорошо. И вот вид у меня на эту арку и на эту зелень. Очень тихо. Здесь тихо так, что просто аж звенит в ушах. Здесь есть вот такая вот площадка детская, придомовая. Под нами подземный паркинг. Вот подземный паркинг. Не знаю, сколько он стоит, но квартира, в которой я живу, такая же продается. 6 миллионов 300. С таким базовым ремонтом, с кухней, со всеми-со всеми делами. Заезжай, живи. 6 300. Я хочу сходить ее посмотреть. Мне нравится такая. Я бы убрала, если это можно убрать, эту стену между кухней. Но я вам покажу. Получилась бы прекрасная студия. Вот такая вот здесь площадочка. Там есть калиточка. И вход только для жителей этого дома. То есть здесь можно и с собачкой погулять, и с ребеночком. Потрясающий дом. Сашуля, спасибо тебе большое за подгон. Вот где-то здесь, мои окошки. Где-то, где-то, где-то здесь. Вот на эту сторону. Не на внешнюю. Вот на эту зелень. Представляете, какая здесь тишина. Так вот, я хотела выяснить по поводу парковки. Наверное, я могу где-то здесь встать. Но нет никакой разметки, что это чьи-то парковочные личные места. Личные места все в подземном паркинге. Получается, что есть вход в подъезд с улицы, и есть подъезд в ход со двора. Вот такой вот чудесный лифт. Не вонючий. Очень чистый. Очень хороший лифт такой, знаете, приятный. Ну, как-то я не знаю, я люблю, когда есть зеркало. Не люблю очки носить. Но я уже записалась на понедельник на окраску. У меня в понедельник зубной, прихмахерская, маникюр. В общем, буду в порядок себя приводить. Но вот завтра у нас поездка будет в очень красивое место в области. Вот такой вот чистенький подъезд. И даже здесь есть зеркало. Представляете? Картина какая-то интересная. Камеры. На минуточку. Я вчера пока ходила за чемоданами. Представляете, Жорик открыл дверь и бегал тут, лаял. Это было так себе. Ну что, продолжаем наш обзор квартиры. Целое видео посвящу квартире, потому что она мне очень понравилась. Конечно, вчера вечером я приехала, было не до обзора. А сейчас я вам покажу. В общем, здесь вот такая вот стена, которую, если бы это была моя квартира, я бы ее снесла и сделала бы студию вот с такой вот кухонкой. Понятно, что это, ну, тут жили люди. Это квартира под сдачу. То есть ее долго кто-то снимал и будет дальше снимать. Это хорошие такие однушки, которые всегда хорошо сдаются. Так, мне тут оставили чистящие средства. Всякие тряпочки, салфетки. В общем, я уже полы помыла. Потому что, ну, кстати, у меня нет швабры, поэтому мне нужно купить какую-то шваберку. Вот у меня мокрая тряпочка. Видите, жарко пьет. Я сразу же за ним протираю, потому что эти капли по всему дому. Вот такая вот водичка была. То есть вода была. Это прекрасно. Не надо ее пить и покупать. Так, вот этот котел двухконтурный. То есть моментальная горячая вода везде. И на кухне, и в душе. Душ напор великолепный. В общем, это классная тема, когда есть такое вот отопление и горячая вода. То есть вам никогда не будет холодно, потому что, допустим, ну, бывает, что прохладно. Холодинник, холодильник. Так, у меня тут были сырки мои любимые. Сейчас их переименовали, да? Картошка. Как ты угадала, что я люблю картошку? Колбаска, черешенка. Так, это я с собой привезла. Это я с собой привезла. Яйца и какие-то огурцы. Надо выкинуть. Вот, черешенку я сейчас обязательно на ночь. Вот, это у меня тут уже рыба и салат. Это мне Леночка с собой дала. Потому что, ну, рыбу надо есть свежую. Чую. Вот такая вот небольшая комнатка. Здесь жила мама с дочкой. Они съехали. Ну, в общем, квартира пустовала. Я ее как бы пересняла. Посмотрите, сколько было бы места, если бы вот эту стенку убрать. Ну, к чему такая узкая комната? Это квартира 42 метра. И зачем эта стена, которая такая вот толстая? Я не знаю, несущая она или нет. Двери такие вот, мне кажется, темные. Не надо ставить в маленькую квартирку. Смотрите, какая. Два метра, блин. Тут стена толстюнная. Вот такое еще. И тут еще вот такой выпад. Наверное, нельзя это убирать, да? Вот эти уголки, я не понимаю. Везде ставят вот эти уголки. Зачем? Ну, вот. Надо мне купить шваберку, чтобы я могла протирать полы. Вот. И огромная, тепленная, теплющая, прям горячий пол. У меня, видите, все окна открыты, потому что очень жарко в квартире. Кондиционера нет. И он здесь, в принципе, наверное, не нужен. Но хорошо, что есть темные шторы, и можно закрыть. И я прям, мы долго спали с Жориком. Очень хорошо. То есть, это кухня у нас. И здесь вот такая вот подробно вам показываю. Потому что очень понравилась квартира. Я бы себе такую купила, чтобы у меня был такой штаб здесь. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас, конечно, цены стабилизируются. Но уже те, кто приезжал в Калининград ради близости с Европой, уже квартиры свои хотят продать. А строили и строят очень много. Так что, я не знаю, будут ли цены падать. Вот такая вот мебель здесь была. Видите, все пустое. Все пустое. Не знаю, работает ли телек. Давайте попробуем. Ключим. Видите, у прошлой девушки, которая здесь жила, у нее был ребеночек. И поэтому здесь вот всякие заглушки стоят. Что-то включилось. А я люблю русское телевидение. Все пустое. Хорошо. Так. Так. Военная тема пошла. Первый канал. Вот, включила канал пятницу. Сейчас я себе, видите, это Жоркино, Жоркино одеялко. Сейчас я вот так вот зашторюсь. И все у меня прекрасно. Вот на этом диванчике я сплю. Постельку я с собой взяла. В общем, пойдемте еще покажу вам подробнее. Это гардеробная. Огромная. Я не буду показывать, но она огромная. В потолок. Что у нас тут? А, это щиточек. Все. Огромная. Туда просто очень много. Это классно. Когда такая ниша под вкаф сделана. Это супер. Супер. Вот. Ну, единственное, что я бы все делала светлое. Правда? Ну, вот он был бы беленький, да? Или просто полностью зеркальный. То было бы как-то и пространство побольше. Вы не считаете? Ну, и, конечно же, посмотрите. Ну, больше метра, полтора метра стена. Вот это съедает пространство. И это. Ну, опять-таки, это я не дизайнер. Это мне так кажется. Может быть, это невозможно стену убрать. Очень прикольно. Кстати, машинка рабочая. Вот. Зеркало не включается. Оно не подключено. Но это зеркало с подсветкой. Мои баночки. Куча косметики. Вот здесь вот шкафчик есть. Ой. Батарейка. В общем, при желании можно даже ванну принять. Но не обязательно. Так, я в понедельник иду краситься. Посмотрите, какая запущенная обстановка. В понедельник иду краситься к мастеру, которого зовут Рафаэль. Вот. У Марины, которой я хотела покраситься, у нее нет вообще никакого окошечка. Вот. И она и работает не каждый день. И вот она, я так поняла, что, ну, как бы. Ну, я с этим, с менеджером общалась и как бы, ну, у Марины нет места, хотите кого-то другого? Я говорю, не хочу. И пошла вот тут к Рафаэлю. Тут у нас в салон зашла, в который когда-то моя мама ходила. Но это не тот, который был раньше. Другой. Я сейчас нахожусь немножко в другом районе. И такой стоит немножко такой датенький, такой гей-мужчина в годах. Да что там, покрашу тебя в шоколад, не волнуйся, затонирую тебя, не волнуйся, все будет хорошо. Приходи ко мне. Я бы сейчас тебя взял, но мне надо идти. Я иду на праздник. Такой, знаете, я вам обязательно его сниму. Он такой пухленький, хорошенький такой. Сказала, что корни покрасить. Я была вот так вот, я только что оттуда. Я вот так вот с хвостиком, он мне говорит, ты постричь себя надо, 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 надо. Я уже боюсь отдаваться, кому попало. Ну, протонирует, корни прокрасят, а там посмотрим. В общем, Рафаэль, такой голубоглазый Рафаэль. Я думаю, что это будут коры. Ну что, посмотрите, какой куча пробников я с собой взяла. Всякие пробники DSD, всякий уход, маски. Сейчас я сделаю, все-все-все-все-все. Вот, буду балдеть. Полотенчико я с собой такое взяла, еще одно большое взяла. Вот, а это здесь было полотенце, это, наверное, хозяйское, не мое. В общем, вот такая вот квартирка. Как вам? Мне кажется, для холостячки, тут, конечно, с ребенком места нет, невозможно жить одной. А для одной девушки или одного парня, студента, например, или вот для заезда пожить здесь вот так вот раз в год на месяц приехать, этого достаточно. Я не говорю, что я прямо сейчас пойду покупать, но мне кажется, я бы такую квартирку купила. Ну, 6300, точно такая же на третьем этаже продается. 6300, на Циане можете посмотреть. Вот, балкон тоже можно вот это снести и сделать больше себе комнату. Просто большую такую студию с открытой кухней и вот с окнами в пол. Потрясающе. Зачем вот это вот? Что, для чего это? Убитое пространство. И тут такая вот, получается, узенькая комнатка. Ну, опять-таки, я не проектировщик. Наверное, другого не было опции. Ну, посмотрите, тут полметра. И тут. Ну, куда это? Зачем эта арка? А так квартира мне очень нравится. Потрясающе. Чистенькая. Вкусно пахнет в квартире. Это тоже важно. Вот, постараюсь после себя оставить обязательно порядок и чистоту. Вот. Ну, и, конечно, тишина. Тишина – это самое главное. Вот. Жду ваших комментариев, что скажете. Как вам такая квартирка? Холостячки.